Спортсмены возникают, вырастая, из тренера, как ветви ствола. Час грянул, чемпион на пьедестале, а тренеру негромкая хвала. К нему подходят, руку жмут до хруста, а твой-то твой, спортсменище, орёл. А тренер головой кивает грустно, как будто потерял, не приобрёл, как будто помогал ему Всевышний, как будто не исполнилась мечта. И кажется обыденной, привычной, невиданной эта высота. Его питомец замер, задыхаясь в сиянье золочёного венца, вновь тренеру теряя, чертыхаясь, вести по жизни нового юнца. Вновь чувствовать, что в молодость вернулся, и вновь шептать неулыбающимся ртом. Ты выиграешь, ты только не волнуйся, и знать, что под рукою валидол. Давно я уже заметил, спортсмены народ упрямый, но всё же они как дети, а тренером папа с мамой. Работа не для пижонов, покоя ни днём, ни ночью. У тренера хлеб тяжёлый, у тренера жизнь короче. Занятия бесконечны, и нервы гудят натужно. Ему в своём подопечном найти человека нужно. Семьи он почти не видел, по свету летит бездомный. Жена на него в обиде, а дети почти не помнят. Работа не для пижонов, покоя ни днём, ни ночью. У тренера хлеб тяжёлый, у тренера жизнь короче. К победам нащупай доступ, к рекордам сумей пробиться. Нет, тренером быть непросто, им нужно хотя бы родиться. Работа не для пижонов, покоя ни днём, ни ночью. У тренера хлеб тяжёлый, у тренера жизнь короче. А в общем-то, все мы дети, и каждому тренер нужен, Чтоб лучшее в нас заметил, и нянькою был к тому же. Работа не для пижонов, покоя ни днём, ни ночью. У тренера хлеб тяжёлый, у тренера жизнь короче.